Александр, всем подрознам, высокого вам поддятку за наданными приводами для разминувания. Ваша допомога для твоих житая финансового проекта. Разом мы сдобудем перемогу. Слава Украине! Вернуваем славу! Здравствуйте. 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 Вы 200-е будущее. Это что значит? А! Нет. 300-е? Нет, у нас здесь 400-ки стоят. А, вы 400-е? Да. Ну, замечательно. Разговаривающие 400-е. Слушайте, вы курсанты обучаетесь? Нет, мы просто по срочке. Просто по срочке. А в какой области вы разбираетесь? Вы что имеете в виду? В какой области мы направились? В какой области военного дела вы что-то знаете? Противовоздушно-оборона. Ну, мы против противовоздушно-обороны. Вы ПВО? Да. Великолепно. А что вы про ПВО знаете? Ну, я имею в виду в плане, ну, какого-то, я не знаю, общего образования. Какие-то знания есть у вас фундаментальные? Я просто, да, как-то смысла не понимаю. Какой-то глобальный вопрос. Ну, из школьной программы. Вот что-нибудь вы помните, что вам может пригодиться в вашей службе? С чем связанного? Вы с техникой работаете или в караул ходите через день на ремень? Нет. Допустим, я вообще в наряды не хожу. Я просто на закодированной аппаратуре работаю. Ну, и никак там к технике не отношусь. Я понял. Я понял. Я понял. Засовец. Ну, нет, не Засовец. Я... У меня такая аппаратура... Ну, короче, я не знаю, как это даже... Ну, вы имеете отношение к радиоэлектронной аппаратуре. Ну, что-то наподобие, да. Я понял. Просто как раз через этих вот связистов, да, я передаю закодированное сообщение. Между подразделениями. Шифровальщик вы. Ну, кодировщик. Кодировщик. Да. А вы что-нибудь знаете из математики, про шифры, коды? Нет, я не имею к шифрам никакого отношения. Я понял. А что вы делаете? Вы носите папки с документами? Ну, и это тоже бывает. Замечательно. А друг ваш чем занимается? Да он по связи там. Связист. Да. Молодой человек, а как вас зовут? Вы связист? Андрей. Андрей. Андрей, а вы знаете, что такое электрический ток? Да, нет. Чего-чего? Никак нет. Не знаете? А что вы знаете из физики, из математики? Я больше географ. Я агрохимик. Вы агрохимик? Ну, да. А вы что-нибудь слышали про таблицу периодическую элементов? Ну, да. А что означает номер элемента в этой таблице? Да, хуй его знает. Ну, там вы знаете, вы слышали, что в таблице периодической элементов все элементы по номерам? Ну, да. Ну, вот с чего начинается таблица? С какого элемента химического? Начинается с водорода. С водорода. То есть водород номер один, правильно? Да. Ну, а может вспомните элемент номер два? Азот. Нет. А что? Нет. Гелий на самом деле. А, гелий, да. Гелий. Там же при большем давлении водород в гелий, да, вроде бы превращается? Нет. Никак. Никак. Водород не может в химических реакциях, либо это ядерные реакции могут происходить. В недрах Солнца, когда большое давление и температура, ядерные реакции синтеза. А элемент номер три, я вам подскажу, это литий. А четыре это бериллий. Потом бор, углерод. Ну, чем вы сейчас внести таблицу Менделеева, что ли, было? У меня вопрос к вам. Вы понимаете, что означает номер в таблице элементов? Да, нахуй мне, да, нахуй. Замечательно. Да, ну, это же великолепно. Может быть, у вас, как у вас, я вот радиофизик, радиоинженер. Может, у вас, кстати, имею отношение к нашим военным украинским. Ну, мы, я, как это, вы говорите. У вас какой-нибудь вопрос интересный есть? Ну, просто, я не знаю, на любую тему. Слышал про радиотехнические войска? Конечно, конечно. Вот. Ты в срочке служил? Я учился в военном училище. В военном училище? Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники. Ну, понятно. А сейчас где живешь? В городе Харьков. В Харькове таки живешь, да, получается? Я гражданский человек, но работаю на наших военных. Занимаюсь дистанционно управляемым оружием. Понятно. Это по-любому там против русских, да, что готовите? Ну, против россиян. Там оккупанты земли нашей, они имеют разную национальность. Это не обязательно русские. Это буряты могут быть. Бурятские танкисты. Не хуя им в Украину перейти. Так вот и я же им говорю. Я их воспитываю. Воспитываю. Где тут моя осколочно-фугасная граната? Где она? Сейчас. Куда она делась, блин? Ну, вот видишь, вот муха она. Муху знаешь? Муху знаешь? Муху есть. Я просто на работе сижу, у меня тут много чего. Да, пусть у тебя муха дома. Я же не дома, на работе. Я занимаюсь дистанционным управлением оружием. У тебя получается муха в тумбочке? Да не в тумбочке, на работе. Рядом на моем рабочем месте. Вот так вот.